Здравствуйте! Продолжаю рассказывать про опыт огородников по заготовке семян различных овощных культур. Сейчас речь пойдет о выращивании семян цветной капусты. Мне попался на глаза интересный диалог на одном форуме, и вот хочу предложить его вашему вниманию, как раз на эту тему. Людмила спрашивает, расскажите технологию выращивания семян цветной капусты. Я пробовала, но у меня она поздно зацветает, и мороз убивает цветы, отвечает опытный огородник. При выращивании семян цветной капусты важно учитывать два главных фактора – выбор сорта и ранние сроки посева. Для созревания семян различных сортов требуется 220-250 дней от всходов. У раннеспелых сортов период вегетации от появления всходов до технической спелости головок продолжается 80-110 дней. У среднеранних – 110-125, и у среднепоздних – 145-220 дней. Цветение продолжается 30-40 дней. Следовательно, для ранних сортов требуется не менее 160 дней от всходов до завязывания семян. А для остальных – и того больше. У нас безморозный период в открытом грунте в среднем – 110 дней. То есть без защищенного грунта практически никак не обойтись. Для полного вызревания семян нужно обеспечить раннее завязывание головок у растений. Поэтому и семена на рассаду высевают в начале февраля. Рассаду высаживают в возрасте 60 дней в конце марта, в начале апреля в тепличку или теплый парник. На 1 квадратный метр размещают 8-9 растений. Уход за растениями на семенники до созревания головок такой же, как и на продовольственные цели. Можно выбрать и другой вариант. Посев проводить в марте, посадку в открытый грунт в начале мая. От заморозков растения укрывать как весной, так и осенью. Головки начинают рассыпаться, израстать по периферийной части за счет краевых нижних побегов. Средняя часть головок долго остается плотной. Со временем она отмирает и в сухую погоду хорошо подсыхает. В дождливую и теплую погоду такая головка может стать благоприятной средой для развития слизистого бактериоза. С профилактической целью середину головки осторожно вырезают, одновременно с частью поздних периферийных побегов, что способствует более дружному формированию всего куста. Оставляют 5-6 мощных цветоносных побегов. Места среза опудривают толченым древесным углем. В середине августа верхушки семенных стеблей прищипывают. Для предупреждения полегания и поломки кусты подвязывают кольем. В фазе бутонизации цветения вносят только фосфорно-калийные удобрения. Из расчета 10-20 грамм суперфосфата и 10-15 грамм калийной соли под одно растение. Это ускоряет процесс формирования семян. Если в фазе цветения стоит сухая и жаркая погода, то семенники обязательно поливают. К особенностям ухода за семенниками цветной капусты относится то, что их не окучивают, а подсыпают смесью грунта с перегноем. Удаляют все отмершие листья. Уборку семенников проводят в фазе восковой спелости семян, которая наступает в конце августа-начале сентября. В это время растения выдергивают из почвы с корнями и устанавливают под навес на дозаривание на 10-15 дней. Семенники подсыхают, буреют, семена приобретают твердость. Для окончательного дозаривания у семенников обрубают корни и кусты, подвешивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении до октября. Средний урожай семян 20 грамм с куста. В некоторые годы с холодным и дождливым летом семена после обмолота не имеют хорошей всхожести. Такие семена нужно поместить в теплое помещение на 1,5-2 месяца. Даже семена, собранные в фазе молочной спелости, за этот срок дозариваются и имеют хорошую схожесть. В наших условиях Алтай, Барнаул можно получить семена, как правило, только ранних сортов. Вот такой интересный опыт по выращиванию семян именно цветной капусты. Сам я такие семена еще не пробовал выращивать, однако попробовать можно. Но судя по тому, как бывает сложно растет у нас цветная капуста, и заморозки бывают до середины июня и начинаются уже, бывает в конце августа, то сделать это будет, я думаю, непросто. Однако при случае попробую. Но тем не менее, возможно, этот опыт кому-то и пригодится. Но в конце пожелаю всем хороших урожаев и всего самого доброго. До свидания.